Велд оф Варшипс Не говоря уже об индивидуальных особенностях каждого отдельного кораблика Как обычно, кораблики представлены преимущественно исторически, но хватает и бумажных Управление машинами смерти вышло простое, но увы не всегда интуитивное Не покурив бамбук на формах, неофит рискует далеко не сразу въехать в тонкости управления плавучими железяками Сперва о хорошем Игра далеко не так уныла, как танки и самолеты Чтобы играть хорошо, нужно всерьез думать о курсе, маневрах, подбирать оптимальную траекторию и предугадывать траекторию противника Учитывая при этом изменяющуюся обстановку по всему полю боя Стрельба и врагодельство действительно радуют, в этом игра удалась При этом, игра на каждом из четырех классов кораблей отличается весьма сильно и требует совершенно разной тактики и действий А команда, которая скоординирует действия своей эскадры и увяжет преимущество классов, порвет врага с ужасающей скоростью Но, увы, фактор рандома играет серьезную роль Поджоги и пробития определяются летящими весьма фривольно снарядами, которые могут ложиться куда угодно, но не в цель даже на не слишком больших дистанциях Про большие я вообще молчу Можно, конечно, пойти на отчаянное сближение, когда стрельбу можно вести с хирургической точностью, вынося противника за 2-3 правильно положенных залпа Но, увы, зачастую такой маневр будет означать мгновенную смерть от 80 ответных залпов А, скорее всего, снимут еще на подходе В итоге, многие бои сводятся к задумчивому ожиданию золотой пули при перекидывании плюхами через пол карты Перемежающимися паническим увертыванием от торпеды вражьих плюх По итогу, бой нередко расписывается буквально на фонарь, завершаясь грустным добиванием нескольких недобитков одной из команд И затягиваясь почти на все 20 минут отведенного времени Конечно, исключения и очень приятные бывают Иногда игра показывает звериную сущность, и Мочилова становится по-настоящему эпическим и напряженным Но это бывает до неприличия редко Увы Вдобавок, на данный момент в игре до неприличия мало контента Многие карты предлагают весьма однообразный геймплей, а режимов боя раздва и обчелся Периодически подключаемые ранговые бои и единственная отдушина Там балансировка команд ведется зеркально и по уровню игры А размеры команд уменьшены, что делает игру гораздо более напряженной и интересной Но, увы, этот режим включает только время от времени В остальном же приходится довольствоваться рандомом Прокачка сопровождается морем гринда, как бы намекая Обзаведись премом, обзаведись премом Но играть вполне можно и не вкидывая в игру кровной Конечно, при этом придется страдать на недокачанных кораблях, да и сама прокачка будет тянуться бесконечно С другой стороны, ничего неожиданного Это таки фритуплейка В целом, игра почти стоящая Для любителей всяческих военно-морских дел есть не так уже много радостей в игровой индустрии И таким игра, вероятно, придется по душе Остальным можно пощупать, если по душе размеренный геймплей с вежливым закидыванием снарядов через полкар